Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Сегодня я хочу поделиться радостью. Когда ты что-то делаешь, когда ты проделал определенную работу, и вот эту работу по достоинству оценили люди, пишет мне Анастасия. Итак, проделанная работа, которую оценивают другие люди. Вот я в этом направлении трудился, и что получилось, как-то немножечко непонятно, как начать. Но главное начать. И поехали. Доброго здоровья, Геннадий Петрович. Хочу еще раз поблагодарить за изложенные вами знания, методики. Светоч. Последний раз писала, когда была беременна, изложила, как протекает процесс. Несколько лет назад заработала диабет, который возникает у молодых людей. Первая типа – инсулинозависимый. Инсулин не использовала до пятого месяца беременности. Потом стало трудно себя ограничивать от сладкой и калорийной пищи. А вот тут-то, что-то я сейчас цепляюсь, а вот тут-то самодисциплина. Если у вас есть самодисциплина, основанная на понятии, основанная на том, что самодисциплина открывает вам перспективы к более лучшей жизни, более лучшему качеству этой жизни, успешности, тогда вы ее применяете. Если вы это не понимаете, естественно, очень трудно что-то сделать, заставить себя, любимого, практически бесполезно. И вот главное – очищалась по вашей методике. Три года восстанавливала здоровье и решила, сможем на рождение ребенка. Вот, знаете, многие говорят, вот рождение ребенка, еще что-то, какие-то методики помогают. Сколько у меня случаев люди писали о том, что после того, как они почистились, как они изменили свою жизнь с помощью методик. И не хочу опять-таки говорить, что это мои методики. Ну, понимаете, вот человеку надо вот показать, вот это делай, она вот так вот работает, и ты вот это получишь. И некоторые это восприняли, вот как здесь. До 30 лет не было желания рожать. Ну, человек созревает. Как человек созрел, он понимает, что надо иметь продолжение. И были опасения из-за приобретенного заболевания, ну, естественно. В итоге чисто кишечника, печени, избавление от паразитов, применение локализмы с уриной, чистки печени с маслом, лимонным соком, очищение керостином, использованные методикой с дегтем. Организм стал работать хорошо. Так вот, многие меня спрашивают там, Петрович, а вот расскажите о простоте эти. Петрович, а вот как вот эту болезнь лечить? А Петрович, а вот эту вот как болезнь? А вот нам раскруйте вот то-то, то-то, то-то. Знаете, все ищут, что что-то специальное надо сделать, чтобы, допустим, лечить какой-то отдельный орган. Но он же интегрирован, этот орган, в организм. И если в организме бардак, то страдает тот или иной орган. И мы думаем, что невоздействие на, в целом, на организм, мы хотим вылечить этот орган. Да не получается так. А вот если мы с вами нормализуем работу организма, который создал этот орган, то все решается самим собой. Мы работаем, главное направление – очищение, избавление от паразитов, нормализация нашей деятельности с помощью физической нагрузки, чистоты организма, питание, естественно, мышление. Венец всему – это наше мышление. Если наше мышление светлое, то и все остальное в нашей жизни будет прекрасным. И все, больше ничего не надо, там что-то копаться. Ну, хотя там можно что-то действительно там для того или иного органа сделать для того, чтобы он там лучше там работал и есть. Но если в целом мы не работаем над своим собственным организмом, у нас ничего не будет. А если мы работаем, вот она простая вещь, то все эти заболевания, знаете, они отскакивают сами собой. Организм стал хорошо работать. Вот заметьте вы, организм стал хорошо работать. Вот я тоже радуюсь тому, что в конце концов мне удалось и в 70 лет так со своим организмом поработать, что он стал хорошо работать. А если я прекрасно чувствую, что может быть лучше? Так, благодаря этому смогла легко отходить беременность. К специалистам почти не обращалась, ходила в спокойствие, без лишних тревог. Правильно. Посвятила специалистов в начале, пару раз в конце беременности. Ну, если все нормально, то человек сам должен все-таки понимать, стоит показываться или не стоит. Не буду говорить, если все нормально, значит не стоит. Я все-таки не женщина, поэтому не буду за женщин все это решать. Но, 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 но. Ориентировалась на свое самочувствие. Вот это очень верно. Не было ни токсикозов, ни болей, когда организм чистенький. Нечему там каких-то токсикозов быть. Они придумали вот этот токсикоз, беременность, энотонность, на пятое, там, десятое. Да это ненормальный организм. Когда беременность протекает в ненормальном организме, естественно, он пытается нормализовать все это дело путем того, что хочет выбросить разного рода вещества, которые мешают этому. Путем там рвоты, путем там еще каких-то там реакций. Это все указывает на то, что организм хочет поставить себя в те рамки, в которых ему удобно, допустим, выносить беременность. Ходила каждый день. Молодец! Самая лучшая ходьба. До конца беременности по два-три часа великолепно. Утром, днем, к вечеру гуляли тоже. Но это самое лучшее. Знаете, вот есть просто-напросто, как бы сказать, исцеление ходьбой. На самом деле это не исцеление, а просто-напросто. Ходьба, она заставляет организм работать нормально, так как есть. Потому что мы раньше ходили. Много очень ходили. У нас жизнь была в постоянном движении. Сейчас из-за того, что мы сели, я делаю видео или еще что-то, сидим и думаем, потому что мы почему-то толстим, почему-то у нас сил нет, желания нет, сон плохой и прочее. Так как сахара, да, меня хотели госпитализировать для обследования, я отказалась. Когда вы что-то начинаете соображать, как работает свой собственный организм и берете ответственность на себя, зная, что вы можете рулить своим собственным организмом, пожалуйста, вы можете вот так и поступать. Рожала платно, поэтому все было хорошо. Ну, платно, естественно. Если бы рожала в бесплатном роддоме, меня бы госпитализировали на 37-38 неделе и наблюдали бы. Родила на 39 неделе. Пришлось кессарит, отошли в воду, раскрытия не было. Клиника в другом городе. Был долгий безводный период, поэтому предложили оперативно. Ну, предложили человеку ввести разум свой, включайте, оперативно, ну, значит, так, так, так. Достали на 4-й минуте, операция длилась 30 минут. Ребенка сразу приложили к груди, чтобы попало молозиво, а потом его взял папа. Были партнерские роды. Все это время его никуда не уносили. И в послеродовую палату его сразу привезли. Важно, конечно, не отделять ребенка от матери, потому что защита должна быть, защита. Во время Кесарева мне сказали, что на матке у меня 2 миомы есть, но не засохшие. Опасности не представляет. С ними ничего делать не надо, видимо, благодаря чисткам и керрозину. Мальчик 3 килограмма 760 граммов. Здоров. В том письме писала, обнаружили, что почка подковообразная. В итоге сказали, что это просто особенность, на жизнь не повлияет. Все сформировалось правильно. И дальше, если, знаете, вот это вот, не вмешиваться, не пытаться что-то там такое сделать, то все вырвется, и все нормально будет. А если начать вот это ковырять там, да вот что-то, это специальных наблюдений не требуется. В поликлинику не ходим. Съездили к специалистам, тоже в другой город, в эту же клинику. Развивается хорошо, кормлю грудью, вес хорошо набирает. В роддоме меня обкалывали всякими препаратами, потом обезваливающим после операции. Потом еще перестала опять себя сдерживать с едой. А вот тут-то, о чем я вам и говорю. Если у вас есть понятие, что вы хотите вырастить здорового ребенка, и для этого мать должна быть здорова, и уже одно это дает мотивацию на то, чтобы не переедать, не что-то это. Потому что из-за вот этого переедания, из-за этой вот этой неумеренности в еде, вы можете потерять и своего ребенка, и свою семью, и все-все-все можете потерять. Остановитесь, угомонитесь, ешьте медленно, смакуйте еду, не глотайте вот так вот, не запивайте все это. Если вот так вот поступать, как я вам сказал, да вы будете наедаться малым количеством. Значит, смотрите, препараты накололи, с едой перебор, и по телу начали выскакивать периодически прыщики, как крапивницы. Ну, а куда же им деваться? То есть в это организм мы ввели, и это все должно выводиться. Видите, даже начинает выводиться через кожу. Выскочить пройдут, это через месяц после выписки. Ну, накопилось все это, это не сразу так, знаете. Оно накопилось, и потом начинает выходить. А у ребенка появилась аллергия на щечках. Вот опять-таки, о чем я вам говорил, если вы хотите, чтобы ребеночек был здоровый, значит, поосторожнее с едой. Это такая вещь, знаете, как к интимным отношениям. Вроде это дело хорошо, но когда это всего много, то получаются очень плохие вещи. Почистилась серия клизм. Что можно применить? Да, действительно, клизмами можно. Но, но, желательно, вот все-таки обойтись без клизм, просто-напросто умеренностью в питании. Вернулась опять к нормальному питанию. Ну, так и надо. И у меня почти перестали прыщи появляться, и у сына кожа восстановилась. Ну, вот она, вот она, простые вещи. А так, допустим, вам могут посоветовать, а вот это надо такой препарат применять ребенку, а вам вот такой, еще такой, еще такой, и пятая-десята, и тара-та-та-та. Называется не жизнь, а сплошное какое-то обследование и работа на аптеку. Но насыщения мало, потому что раньше ела много жиров. Опять-таки, это вам кажется, что насыщения мало. Ну, ну, ешьте вот эти каши, чтобы у вас объем был. А то жиру, ну, куда, все должно быть в меру. Я тоже сало ем с кашей, но все это в меру. Видите, я такое вот сижу. Сало каждый день, пила соки из свеклы. Ну, знаете, сало каждый день. Одно дело, вы полкилограмма этого сала съели, а другое дело, вы съели, допустим, ну, грамм 10, 20 этого сальца, посмаковали, все. Нам важно через вкус получить вот эту вот энергетику этого продукта. И тогда у нас будет насыщение. Но не то, что мы загрузим, и вот здесь у нас в животе вот такая тяжесть, вот это мы наелись. Вот это вы должны как-то понимать. Пила соки из свеклы. Организм работал лучше. Значит, если сало, будем говорить, каждый день, то опять-таки 20-30 грамм, для того, чтобы лучше желчное отделение было. Соки из свеклы как раз способствуют тому, что у вас лучше работает костный мозг. Вырабатываются вот эти вот эритроциты, красные кровяные тельца. Поэтому, естественно, организм работал лучше. Желчное отделение вовремя, значит, вовремя порожнение. Сальца добавили, на него желчь пошла. Все, значит, кишечник работает. Хорошо вырабатывается кровь, организм расцветает. Поэтому работа лучше. А при грудном сейчас не могу столько жиров есть. Ну и не ешьте жиров. Ну если это, что вас запихивает? Уже даже не знаю, как насыщаться. Да нормально насыщается. Всем хватит и ребенку, и вам. Вот это, вы знаете, какое-то чувство перестраховочное. Надо тут насыщаться, надо тут есть. Нормально питайтесь. Вам все, ваш организм все подскажет. То есть, если вы начнете на этом, будем говорить, питании терять свой собственный вес, тогда добавьте питание. Если вы, наоборот, набираете, тогда убавьте питание. Ем сейчас каши на воде с топленым маслом. Молодец, можно сало добавлять. Индийку отвариваю. Великолепно. Овощи листовые ем. Прекрасно. Из фруктов яблоки и виноград зеленый. Виноград я не знаю, как. Ну если никаких там у ребенка на пищеварение не скажется. Ну ешьте потихонечку, да. Раньше еще орехов много ела каждый день. Они тоже очень насыщали. Ну и сейчас кушайте. Кто вам мешает? А сейчас они могут быть аллергенами так же. Вот это вот все аллергенами, не аллергенами. Ну попробуйте. А потом уже будете говорить. Как еще можно чиститься в период грудного вскармливания? В период грудного вскармливания просто-напросто соблюдайте самодисциплину в питании. Ничего там не надо чиститься. Организм сам все очищает, сам все делает. Его только не надо перегружать теми продуктами, которые он не может полноценно переверить. И сочетанием продуктов, которые опять-таки затрудняют пищеварение. Это все остальное. Прогуливайтесь, дышите. Все отлично. И хотел узнать, можно ли чистить полевую форму жизни дыханием, раз сейчас во время рядом ребенок. Я бы, знаете, просто-напросто дышал бы минут по 15-20 вот так дыханием, очищающим полевую форму жизни. Это не значит, что там какое-то очищение у вас там произойдет. А просто-напросто вы наберетесь энергии. Вот для этого можно это делать. Это оказался подарок судьбы, что я ознакомилась с вашими наработками и с вами. Вот это самое важное.